Всем добрый вечер. В студии Роман Голованов и Сергей Александрович Михеев. Это программа «Михеев говорит». Сергей Александрович, ну что, французы, Макрон и его премьер развязывают новую глобальную войну? Открытые гомосексуалисты? Мне кажется, с глобальной войной у них пока не очень получается, потому что сегодня от заявлений Макрона и от Таля открестились даже поляки, шведы из Толтенберг. И сказал, что не, НАТО не собирается посылать пока, по крайней мере, боевые подразделения на Украину, хотя технически это возможно. Я скажу так, сначала пару серьезных, так сказать, слов. Технически это возможно. Не зря они проводят эти учения масштабные. То есть, в принципе, если, грубо говоря, сейчас бы им отдали такую команду, они могут ввести войска на Украину. Вопрос только о том, что дальше с ними делать. Потому что очевидно, что эти войска все равно, ну я, по крайней мере, надеюсь на это, станут целью для наших вооруженных сил. Не знаю, может быть, как там разные планы обсуждались же насчет ввода войск НАТО на двусторонней основе для того, чтобы, условно говоря, обозначить рубеж, за который ходить в российской армии нельзя. Или, скажем, там, контролировать тылы, чтобы освободить там какие-то тыловые подразделения украинской армии. Или, например, скажем, полякам говорят, что предлагала украинская страна ввести, значит, свои войска на границу с Белоруссией, на Украину, белорусскую границу, для того, чтобы Украина могла бы ту группировку, которая как бы на всякий случай там стоит на границе с Белоруссией, перебросить на фронт войны с российскими войсками. Но поляки даже на это не согласились. А вот куда там понесло Макрона, то ли от злобы, так сказать, то ли, может быть, он это самое действительно прощупывает какие-то позиции, то ли еще что-то, я не знаю. Но насчет, значит, того, что это сказал Макрон, а потом подтвердил премьер-министр Франции Аталь, это правда. Куда их понесло, я не знаю, да. Насчет их гомосексуализма головного мозга, ну, это правда. Собственно говоря, они этого и не скрывают, ну, по крайней мере, по поводу Атталя, это знают все, да, и это, ну, это просто, ну, открытая во Франции информация. В этом смысле интересно вот что, вот ваш этот, значит, заход, что гомосексуалисты открывают это, начиная Третью мировую войну. Это, кстати, важно. Почему? Потому что довольно долго вся эта вот извращенческая субкультура на Западе представлялась, как вы знаете, вот такая вот субкультура любви. Они говорили, ну, вот вы злые все, натуралы, так сказать, гадкие. Это вот вы все такие жестокие, агрессивные. Это вот вы все развязываете войны. А мы вообще, условно говоря, там, новое поколение людей. Мы даже не поколение, а мы как бы следующая ступень эволюции. Некоторые про них, про себя так говорят, да. Вот, вот мы другие, мы у нас другое качество. Мы совсем, то есть мы всех любим, там, тра-та-та. Мы, это самое, несем любовь. Make love, not war, так сказать. Ну, это там хиппи говорили, но все равно, это примерно сюда же, да. А на самом деле все это ложь. На самом деле все это ложь, потому что вся эта вот садомитская, извращенческая субкультура, она всегда была, есть и будет агрессивной. Она агрессивна, да. Она агрессивна, так сказать, по своему характеру. Там очень много, так сказать, вот этого, значит, субкультура, в этой субкультуре масса, так сказать, элементов насилия. Недаром, как бы, она стремится развиваться, как бы, да, в педофилию, потому что, значит, вот это насилие, оно внутри любого, внутри любого извращения лежит насилие. Все равно, как бы, оно без этого, без этого невозможно, да. Все эти садомазохистские штуки там и все такое прочее. Вот, поэтому, да, вот видите, как бы, говорили. Вот, если их пустить в политику, так сказать, качество политики изменится, да, к лучшему. Ну, что-то я вот этого не замечаю, чтобы она изменилась к лучшему. Пока они только разжигают вражду, пока они только пытаются, как бы, ломать через колено нормальное традиционное общество. Ну, и вот, видите, вполне себе готовы развязать, развязать даже войну и даже не глядя на то, что это может, там, в Третью мировую превратиться. То есть у людей вообще мозгов нет совсем, совсем, как бы, да, они их, это самое, про, как это сказать, так сказать, да. Ну, вы сами поняли, что... Ну, вы видите, глядя на них, что они с ними сделали. Ну, как думаете, у них может получиться? Вот почему такое желание всех утащить за собой куда-то в преисподнюю, прям, в ад? Ну, что касается, да, утащить желание преисподнюю в ад, ну, да, действительно, если вы погружены, если у вас ад в душе и в голове, и вы не понимаете этого, да, и если вы не понимаете, что от этого надо стремиться, так сказать, в другую сторону, то, конечно, вы становитесь, так сказать, распространителем этого зла. И хотите всех тоже куда-то туда, куда-то туда утащить, да. В этом смысле, как там всякие разные их странные, так сказать, намерения, они могут и с этой метафизической точки зрения объясняться. Вот, но если говорить о геополитике, безопасности, непосредственно вот об этой ситуации на Украине, ну, здесь есть два момента. Первое, конечно, да, Запад на Западе, вот нынешнее поколение политиков на Западе, мне кажется, окончательно, а по крайней мере, в Европе, окончательно пришло в негодность, они готовы пожертвовать собою, вот, и ради совершенно негодной цели под названием Украина. Хотя, мне кажется, что вот этими высказаниями, значит, Макрон, может быть, даже напугал общественность в Европе. Почему? Потому что все-таки обыватель европейский, он так смотрит на эту Украину по телевизору, там, в новостях. Да, вот, ну, пока она там где-то происходит, ну, ладно, что, давайте отдадим немножко денег, там, или еще что-то в этом роде. Пока ему рассказывают, что все это приносит прибыль, так, их военно-промышленному комплексу, их компаниям, ну, ладно, давайте, хотя, на самом деле, зарабатывают на этом, в основном, американцы, да. Но когда ему говорят, что слушает, так сказать, там, Жан, так сказать, там, или еще кто-нибудь, там, Мишель, а давай-ка, так сказать, ты поднимешь свой зад и поедешь воевать на Украину. Вот это вот вообще неинтересно. Неинтересно совершенно, куда, зачем, ради чего, как бы, да. Совершенно непонятно. Одно дело, там, какой-нибудь иностранный легион, там, или, там, люди за деньги, там, условно говоря, в Африке, значит, гоняют, там, это самое, значит, папуасов, там, по джунглям, и то у них это перестало получаться, да. Вот другое дело ехать на совершенно реальную войну, где, там, ну, вообще, вероятность погибнуть очень велика. Вот, и никакие тебя, никакие, там, скажем, тебя вот эти вот западные примочки, прибамбасы нам не спасут. Поэтому, поэтому, может быть, Макрон и озвучил, как бы, какие-то тайные планы. Потому что, еще раз говорю, технически это возможно. Технически такое возможно. Тем более, что, вот, ну, к сожалению, я это много раз говорил, еще раз скажу, к сожалению, мне кажется, вот такой своей странной тактикой ведения войны, странной все-таки, да, мы немножко расслабили Запад, им все кажется, что можно вести боевые действия на Западе, значит, в смысле, вести на Украине, при этом сам Запад остается совершенно неприкасаемым, более того, продолжается торговля, там, бизнес, вот, и, и там тоже на Украине потерь не нести, а потери будет нести, в основном, украинцы. Вот, вот можно так вести войну. Мы, к сожалению, мы им там, ну, даем подачу, да, мы их расслабляем в этом смысле и показываем, что да, это возможно. Даже они приезжают, условно говоря, там, на эту Украину, ездят там спокойно, вот, и все остальное. Я с самого начала говорил, что, мне кажется, мы зря миндальничаем, и с самого начала надо было поставить эти вещи совершенно в четкую зависимость. Помогаете Украине, значит, имеете собственные проблемы. Ну, могут сказать, ну, что вы предлагаете, типа, наносить удары, там, по территории Европейских государств, это чревато войной. Я согласен, это очень серьезный такой, так сказать, выбор, это очень крупные ставки. Я считаю, что, конечно, нам необходимо избежать, там, большой ядерной войны, но создавать непосредственно им проблемы надо. И уж как минимум, так сказать, надо было сделать все, чтобы они имели максимум проблем с посещением Украины, максимум проблем с поставкой туда, там, оружия, боеприпасов, снаряжения и всего остального. Ну, а, значит, там, где-то за пределами создавать им другие проблемы, торговые, экономические, я не знаю, политические, информационные, там, инфраструктурные, да, какие угодно. Вот такие дела. Вот, но при всем при этом, при всем при этом, если реально смотреть на эти вещи, я думаю, что, конечно, Макрон что-то такое сморозил. Может быть, он пробросил шар какой-то пробный, может быть, он что-то попробовал. Может быть, они пытаются повысить ставки на возможных переговорах, да. То есть, все-таки, Путин несколько раз сказал о возможном компромиссе, так сказать, да, и что готовы к переговорам, да. Ну, на Западе стали там тоже шебуршиться куда-то там в эту примерно сторону, что, ну да. Ну, и понятно, что в преддверии возможных переговоров стороны всегда поднимают ставки, и они стараются выглядеть максимально сильными, максимально мощными, максимально угрожающими. Ну, вот, например, там Макрон прокинул, как бы, но мы можем и войска вести, говорит Макрон, да. А, значит, Столтенберг вроде как опроверг, да, но в принципе, там, условно говоря, учтите, да, то есть ставка должна быть крайне высокой. Потому что, на самом деле, первоначальное вот стремление-то какое было, как бы, да, вот провести вот это наступление украинское в прошлом году и принудить Россию к невыгодным для нее переговорам. Теперь, как бы, это вот невозможно, да, по крайней мере, это в этот раз это совершенно точно не получилось, я убежден, что не получится, вот, но, например, значит, если вдруг какие-то переговоры маячат, давайте максимально поднимем западные ставки. Может, Макрон туда пробросил, я не знаю, но в общем и целом, конечно, если вот говорить о том, что вот именно сейчас, ну, это будет довольно сложно, да, скорее всего, он, там, перепугал большое количество обывателей. Вот, во Франции, в самой, там, вся оппозиционная, там, практически вся оппозиционная тусня, независимая даже от их, там, ориентации, вот, а они все сказали, не, ну, ты что-то Макрон, там, это, самое, что-то ты загнул, как бы, мы не готовы в парламенте будем блокировать, там, и все такое, и все такое прочее. И, конечно, он дал им козырь, естественно, вот сейчас французская оппозиция, сам Макрон на следующий выбор не пойдет, но кого-то он будет поддерживать. И надо сказать, что оппозицию он дал козырь, потому что оппозиция будет говорить простую вещь, там, да, одно дело, там, пенсии, тарифы и прочее, он будет говорить простую вещь. Да, если вы, условно говоря, проголосуете еще раз за партию Макрона или за его какого-нибудь преемника, ну, они вас втянут в огромную войну, будут, так сказать, жуткие дела, там, да, мы все погибнем и так далее. Зачем это нужно? Вот, ну, вот так вот. Вот, но, в принципе, в принципе, конечно, европейские элиты, на мой взгляд, показывают свою абсолютную неспособность к ответственной политике. Абсолютную. Абсолютно. Он говорил это Зеленскому, вот, так сказать, сейчас эти самые на Украине и носятся с этим заявлением, говорят, вот, смотрите, ура, держимся, победа близка, не сегодня, не завтра, значит, эти самые натовцы введут войска, сейчас все будет хорошо. Вот, а для фермеров, ну, а как он перебьет эту повестку, я не понял, он только еще хуже сделал. Вот он сказал, что ради Украины надо не только собственных фермеров там давить ценами, но и вообще надо всем пойти воевать, надо пойти, так сказать, умереть за Украину, не просто там, условно говоря, потерять доходы, а умереть. Поэтому мне кажется, что здесь он никак не смог перебить эту тему, как бы, да, он скорее, так сказать, сделал только хуже. А что он сказал, что если вы не прекратите протесты, мы вас на войну отправим, что ли, да? Ну, я думаю, что будет только хуже, если будет такая постановка вопроса. Он, на самом деле, еще больше повысится ставки. Фермеры ему говорят, так сказать, задолбала ваша Украина, как бы, и дешевая продукция, которая идет оттуда. Ну, вот, давайте нам дотация. А он им что в ответ? А он в ответ, так сказать, говорит, а я вас пошлю на войну, что ли? И это что, типа классный политический ход? Не, мне кажется, это, как бы, ну, крайне рискованный ход внутри Франции. В Франции, еще раз говорю, может быть, он, конечно, хитро пробросил, так сказать, некий шар, а может, ее просто несет. Вот, серьезно, может, ее просто несет, да, вот такой он, весь горячий Д'Артаньян, вот он, так сказать, его там это ущемляет, вот это вот, проблемы в Африке. Вот, здесь фермеры эти давят, да, и так далее, и так далее. Вообще, желтые жилеты до этого там морочили голову два года подряд. Вообще, он недоволен жизнью, вот, и поэтому вот взял и что-то такое брякнул. Надо было что-то яркое брякнуть на этой тусне, а он брякнул. Ну, все-таки их гомосексуализм, это ключевая вещь во всей этой истории? Ну, вы знаете, насколько уж я, так сказать, прослал гомофобам, но я не думаю, что это ключевая вещь, вот, она, это, скажем, дополнительный фактор, отшибающий способность к трезвому мышлению. Потому что, когда человек концентрируется вот на этой сфере, особенно, если эта сфера как-то повреждена, поражена, когда для него это самое главное, потому что, смотрите, когда Атталию назначали, главной характеристикой Атталию была он, открытый гомосексуалист. Никто не сказал, какой у него опыт работы, всем было наплевать, так сказать, какое у него образование, что он может, что он не может, это все нафиг. Все говорили только об этом, то есть для них это, ну, это вот в центре внимания, и для него, видимо, в центре внимания, да, вот это обстоятельство. Если эти вещи доминируют над твоей, так сказать, профессиональной деятельностью, ну, понятно, что ты, как профессионал, будешь слабее. Тебе некогда думать про это, ты все время думаешь про другое, да, и так далее, и так далее. То есть является ли это важным фактором, в том числе субкультурным, усугубляющим вот эту вот неадекватность европейских элит, и в частности французов? Ну, да, конечно, является. Хотя, что касается конкретно этой, так сказать, вот этих фраз, ну, все-таки, конечно, здесь внешние и внутренние факторы, а также вот эта вот попытка игры там в код Наполеона, да, она здесь, ну, является ведущей. Хотя, если так вот с исторической точки зрения, действительно, вот, если честно, французы какие-то безумцы. Во-первых, один раз они уже попробовали покорить Россию, вот, ну, чем это кончилось? Полным крахом, да. Да, ну, можно сказать, что это было давно. Во-вторых, слушайте, с точки зрения благодарности, ну, мы спасли Францию во время Второй мировой войны, просто спасли ее. А Франция воспринимает это как спасение? Ну, а некоторое время назад воспринимала, ну, скажем, там, сразу после войны это было очевидно. Мы спасли эту страну, как бы, ее не было бы просто-напросто, вообще не было бы. На самом деле, Франция, она потерпела поражение, причем сокрушительное, и местами даже позорное поражение, да, в войне с Германией, да, вот в ходе Второй мировой войны. Ну, они просто, не, ну, чуть-чуть они там посопротивлялись, но, в общем-то, они просто сдались, как бы, да, половина Франции была оккупирована, половина там был, это, коллаборационистский режим, так сказать, да, вишистский, да, но, в общем, они позорно проиграли. Ну, и Первой мировой войны мы ведь помогали, да, был экспедиционный корпус российский, который очень серьезную тоже роль сыграл, там, на том, на этом Западном фронте. Потом Россия, Российская империя участвовала в войне, чем оттягивала значительные силы немцев, да, с Западного фронта, вот, ну, видите, все это не имеет никакого значения. Это тоже, а вот это, кстати говоря, это к вопросу, значит, педрастии, так сказать, да, головного мозга. Да, как известно, да, у нас в нашем жаргоне так называют людей, не обязательно вовсе конкретные сексуальные имитации, а просто людей крайне ненадежных, мягко говоря, так сказать, на которых, как бы, нельзя положиться, так сказать, предательские, предательские, так сказать, подлых и так далее, и так далее. Я думаю, что вот это как раз про это уже. Вот это про это, потому что, если немцы еще могут сказать, там, типа, мы затаили на вас зло, вот, значит, то французы, это те, кого мы просто тупо спасли. И, ну, даже, вот, смотрите, там, вот, пойдем там, прямо вот по этой самой, ну, там, условные Чехии, Венгры, Румыны, там, Австрияки фактически были союзниками нацистской Германии, поэтому, там, мы их освободили, как бы, но они могут сказать, там, типа, а мы вас не просили, мы, там, нам и в Третьем Рейхе было хорошо, да, Италия, Португалия, Испания фактически были тоже союзниками нацистской Германии. Швеция, Финляндия, Швеция, как бы, нейтралитет, но тоже, тоже, так сказать, Германия помогала. Финляндия была союзником нацистской Германии, вот, остается фактически из крупных странств, Великобритания и Франция. Великобритания, если бы не мы, значит, то тоже, ну, неизвестно, что бы кончилось, а Франция так просто погибала. Франция просто погибла уже, и если бы не Советский Союз, да, как бы, если бы не наша победа в той войне, ну, Франции просто не было бы, вот и все. И именно, и вот, и люди именно с такими вот взглядами на жизнь, они спокойно все это забывают, им наплевать на это. Они считают себя вправе нас учить, так сказать, да считают себя вправе, что нам такое рассказывать про то, как надо жить и так далее. Ну что, давайте итог подведем этого разговора, что это говорит как явление для нас всех. Ну, понятно, что никто не хочет туда идти воевать, об этом вы правильно сказали. И Макрон, я думаю, когда говорит о том, что мы направим туда войска, не серьезно об этом думает. Ну, я не знаю, серьезно, не серьезно, но, скажем так, так как чрезвычайных обстоятельств нету, то ему пришлось бы такое решение проводить через парламент. Я думаю, парламент Франции просто не позволил бы ему провести подобное решение. Ну, а если в целом, во-первых, ну, конечно, здесь надо понимать, что одновременно нам как бы и угрожают все-таки, да, поэтому здесь надо предпринимать все усилия для того, чтобы решать задачи безопасности. А с одной стороны, а с другой стороны, вот с нынешними европейскими элитами, конечно, договориться будет крайне сложно, если вообще возможно. Я вообще считаю, что пока вот эти конкретно люди, завязшие в украинском конфликте, не уйдут, ну, скорее всего, просвета в этой ситуации вот с этого фланга точно не будет. Конкретно люди голубые? Ну, всякие разные люди. Конкретно вот Макрон и Шульц и прочее, прочее. Насколько они голубые, там, это уже, это тоже важно, но это в данном случае вторички. Ну, да. Ну, давайте мы к теме перейдем украинской, интересной теме. Молодые граждане Льву, жители Львова, знаете, уже граждане, уже человек отделили, да. Жители Львова не могут ответить на вопрос, в какой области Украины находятся Мелитополь, Энергодар и Новая Каховка. Вот давайте мы этот ролик покажем, там, конечно, нуждается немножечко в переводе, но мы вам переведем. Ну, чем мы поймем. Полиглоты. Да. Да, сейчас мы включим. Ведь, находясь во Львове, сложнее понять, что там в Мелитополе. Давайте. Это Новая Каховка, это Запорожье. Пытаемся области Украины. Области Украины готовы? Скажите, пожалуйста, если вы знаете, какая область Украины Новая Каховка? Ну, они уже не особо понимают, что к чему относятся. Сергей Александрович, вот запустил эту дискуссию по поводу русских Арестович, который назвал себя белорусом, принадлежащим к русской цивилизации. Вот давайте мы попробуем понять, а где заканчиваются русские на Украине, где они начнут? А можно я сначала про Львовскую область? Там, я думаю, ну, во-первых, молодежь спрашивает, давайте так, если так объективно, молодежь вообще не блещет и у нас, в том числе, с знаниями географии. Это мы еще с этим работаем в последнее время, да, как бы, и у нас оно чуть получше. А там же тоже это все превратилось, условно говоря, в только одно. Вот Украина, это Европа, значит, надо знать только про Европу. Поэтому там огромное количество молодежи, оно тоже, вроде как оно украинское, на самом деле, они себя украинцами-то даже ощущать особо не хотят. Потому что у них вот эта вся европейская, так сказать, она вот все мозги проела, вот, как моль, так сказать, да, в старом шкафу там эти самые тряпки. Вот, и они в основном туда направлены. Я вот уверен, у них сейчас спросить что-нибудь там про Европу, они даже вам лучше скажут, чем про Украину. Лучше скажут. Это вот то, в каком состоянии мы, в том числе, находились довольно долгое время. Сейчас потихоньку начинаем из этого вылезать. И то, слава богу, это вообще, в принципе, это первое. Второе, что касается Львова, значит, западенцы и люди, проживающие на Западной Украине, они вообще никогда не интересовались Востоком Украины. Они всегда Восток Украины считали неукраинским. Они никогда, они киевлян за украинцев не считают. Вот я вам говорю, потому что я сам с этим встречался, они киевлян и тех, или там одесситов и подавно, они за украинцев никогда их не считали. Поэтому для меня вообще особенно странно то, что большое количество выходцев, условно говоря, там, русской крови, там, да, из вот Восточной Украины воюют за эту Украину. Она как бы не ваша, вот в чем дело, да. Вот та Украина, которая идея, та Украина, которая националистическая, так сказать, идея и националистический проект, он и вас-то, как бы, да, ну, вообще за людей никогда не считал. Вот, а и сейчас используют как пущенное мясо. Смотрите, там вот, я не раз слышал, что вот от людей, там, знающих там, что Западная Украина вообще живет перепевать, что там войны нет. Там войны нет, они стригут бабки, как бы, да, вот на этом трафике людей в Европу, стригут бабки, как бы, да, на том, что у них работает промышленность, сельское хозяйство, вот, стригут бабки с того, что там огромное количество беженцев, они им, так сказать, втридорога сдают там квартиры, значит, всякие разные там комнаты и все остальное, да. Вот, а еще живут себе припеваючи. То есть они и раньше, так сказать, да, вот это Восток Украины, Восток и Юг Украины не считали за украинские. А сейчас их подавно, поэтому вообще они не знают, их не интересуют, вот, и более того, я говорю, вот они почему не знают, там, кавел Мелитополь, да, это же должно быть на слуху все время, да. Они не интересуются этими вещами, вообще наплевать, что там будет с этой Восточной Украиной. Так же, как наплевать многим из тех, кто находится сегодня в украинской власти, вот в этой, внутри украинской власти. Ну, вот там разрушения там, ну и там погибают люди. Они, в принципе, уже из людей давно вычеркнули, их это вообще не интересует. Они, наверное, как бьются за эту землю, но они эту землю ненавидят, они, как бы, ее вообще своей не считают. Вот это тоже, как бы, ну, как историческая, как историческая, так сказать, предпосылка, тоже важно понимать. Что касается русского мира, там, где он, да как он, ну, понимаете, русский мир может и в Москве закончиться, если за этим не следить. Вот в чем дело. Потому что русский мир, он находится в головах. Вот, исторически эти земли русские, и Львов даже, в том числе, и это земли, как бы, да, русские, исторические. Но фактически, да, условно говоря, там, обработка мозгов, она такая, и такой силы, в том числе за последние 30 лет, что если у тебя в голове этого нету, то, в общем, даже где ты живешь, так сказать, да, или что ты делаешь, да, это уже имеет вторичное, вторичное значение. В этом и проблема, собственно, еще раз, да, вот, действительно, эта война, почему она такой болью отдаётся? Потому что она имеет характер гражданский. Гражданская война, это всегда очень всё неоднозначно, так сказать, местами подло, как бы, да, местами героически, вот, но всё довольно тяжело. Это всегда так было, есть и будет. И почему, как бы, да, вот, мы-то вообще воюем, там, русские с русскими, украинцы с украинцами, украинцы с русскими. Да потому что, как бы, вот эта вот, вот эта вот святая Русь, словно говоря, которая когда-то всех объединяла, она потеряла, значит, в их головах и в душах, там, в наших головах и душах реальность. Всё, нету до этого никакого дела. Тогда можно рвать все на части, как бы, да, больно, не больно, не имеет значения, давайте, так сказать, будем до беспредела друг друга убивать, как бы, да, и все. А вот во Львове там эти самые молодежь будут ходить, они даже не знают, где это, что это, то, за что вроде как воюют, то, за что вроде как гробы там приходят, да, тоже на ту же Украину, они даже не знают, где это. Вот и все дела. Но вот что говорит Арестович? А, теперь Арестович, да, ну да, что он там говорит? Говорит Арестович, давайте покажем это видео, где он себя называет русским, ну, по крайней мере, понимающим там русскую цивилизацию. Давайте включим ролик. Не нечего предложить, что-то не он там. Кстати, в интервью с Латыниной инагент, враг там, все дела. Но проблема в том, что и своим гражданам уже нечего предложить, кроме переписывания граждан второго сорта. Смотрите, какая ситуация сложилась, любопытная у нас к настоящему моменту. Она давно уже сложилась, мы ее фиксируем с вами. Бедным воевать невыгодно, потому что они воюют за богатых, богатые откупаются, бедный идет умирать в окопах за систему, которая 32 года не считала его публиком, давила, издевалась, сбивала на перекрестках, а потом не садилась, насиловала в полицейских участках, а потом не садилась, грабила и так далее, и так далее. Держала пробу от нищетей и еще и еще. Это Россию, Алексей, описывайте. Нет, это Украина. Гуля, это Украина. Ну, надо было обязательно это вернуть. Ну, а теперь смотрим, богатым не выгодно. Ну, так там зеркало. Да, ресурсным людям невыгодно, чтобы Украина, да, идти на фронт, воевать и вкладываться в победу, по одной простой причине, потому что система их доет и ставит на счетчик непрерывно. Причем самым беспардонным образом. И они понимают, что если Украина победит сейчас или будет иметь успехи на фронте, это парадоксальным образом эту систему в лице нынешней власти законсервирует еще более надолго. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что все больше украинцев парадоксальным образом не заинтересованы в никаких успехах Украины на поле боя. Не заинтересованы. И они ногами это показывают, сбегая каждый день за границу, и не сбегая от военкомов, не желая туда идти, отбиваясь. Вы знаете, что если так будет продолжаться, через некоторое время, когда пассивные способы защиты будут исчерпаны, людей зажмут, начнут в квартирах из-под дивана вытаскивать, люди начнут стрелять военком. Я всегда говорю, я русский, я добровольно выбрал принадлежность к этой цивилизации, говорит Арестович. Ну, это какие-то там разные, то, что вы сейчас сказали, это одно, то, что он там говорил, это немножко другая тема там, да. Да, сидит там Латынина, она что-то ворачивает, так сказать, да, злобная тетка, конечно, да. Много-много лет назад, как бы, я выступал на парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе, и НАТО, да, как российский эксперт. Там было много российских экспертов, я единственный, кто там, ну, какую-то качал там патриотическую повестку. Господи, и там была тоже эта Латынина, как бы, да, и еще там ряд каких-то этих самых, вот этих вот, зверьков, что называется, да, разлива, как бы, эхо Москвы. Ой, они так там, это самое, так, так они там потом изгалялись, там, жуть, вот, но смысл, смысл не в этом, да, вот. Я, как всегда, выступал гениально, энергично и потрясающе. Прямо как сейчас? Ну, нет, сейчас уже не так, если честно, вот, немножко под вечер устал, вот, но смысл не в этом, да, понятно, как бы, да, она говорит, это же Россия и прочее, прочее. Смысл-то не в том, что зеркало это не зеркало, смысл в том, что вы говорите, что в России все плохо, а на Украине все хорошо. А Арестович вам говорит, так сказать, что на Украине все плохо. Вы говорите, это же как в России. Ну, так извините, вы же утверждали, что в России демократии нет, а на Украине она есть. Что Россия это, значит, орда, как бы, да, а Украина это Европа. Поэтому, если на Украине, как в России, значит, Украина тоже орда, как бы, и в ней тоже все плохо, да, но это ладно. А что касается, что касается Арестовича, значит, по поводу того, что он говорит, что, ну, значит, мотивации все меньше и меньше, Ну, наверное, он знает, что говорит, да? Хотя понятно, что сейчас он там перешел в какую-то такую хитрую оппозицию. Говорят, что он сидит там где-то в Испании, что ли, еще где-то на деньги Ахметова. Вроде бы как. Но правда это, неправда, я не знаю. Но да, действительно, он из этих самых, он из друзей Зеленского перешел в разряд каких-то оппозиционеров. Может быть, он смотрит в будущее. Вот. Некоторые считают, что он такой хитро выделанный. И каждый может посмотреть завтрашний день. Да. Ну, некоторые считают, что он такой хитро выделанный. Он понимает, что рано или поздно все это накроется медным тазом. И нужны будут какие-то люди, которые там, да, могут как-то гибко отреагировать на ситуацию, измениться и прочее, прочее. И даже он, видите, готов говорить, что он условно прижит там к некой русской цивилизации. Я не знаю, что он под этим понимает. Это другой вопрос, да? Ну, а что, так сказать, почему нет? Дело в том, что то, что он говорит, это действительно правда. Вот. Как это ни странно, даже Латынина прижит к русской цивилизации, хотя она от этого всячески отбрыкивается, да? Вот. И так далее, и так далее. Потому что... Латынина принадлежит к русской цивилизации. А принадлежит, но вопреки своей воле, как бы, да? Вот. Ну, просто, да, в русской цивилизации есть такое явление, как, значит, так называемая интеллигенция, чего нигде больше нет, которая все время чем-то недовольна, там, ненавидит, значит, среду ее же породившую, воспитавшую, вскормившую, как бы, ну, ладно, это отдельная тема. Вот. Но по факту он сказал правду, как бы, на самом деле вся Украина, ну, практически вся, она тоже прижит к русской цивилизации. Он до этого не дошел, но на самом деле он в этом смысле, как бы, да, ну, даже если он там, как бы, ну, просто манипулирует, он в этом смысле показатели. Потому что он долгое время был фактически, так сказать, ну, голосом администрации Зеленского, офиса Зеленского, был таким самым, так сказать, записным, что называется, прозеленским, проукраинским пропагандистом, да? Вот. И он говорит, не, ну, все-таки, несмотря ни на все это, я все равно прижит к русской цивилизации. Вот в чем дело. Дело в том, что вся Украина, даже Гордон вот этот, который вообще ни разу не русский, так сказать, да, вот, это самое, который вместе с Арестой еще все ходил, там, разумал, и он тоже прижит к русской цивилизации. Просто это вот ее, так сказать, ну, что называется, паршивый кусок. Вот, 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 собственно, и все, да? Ну, на самом деле, вся Украина в этом смысле прилежит к русской цивилизации. Они с этим спорят, они, так сказать, ломаются, они, как бы, всячески это отрицают. Они говорят, отрежьте мне ногу, как бы, лишь бы, не называйте меня русским, да? Но продолжают говорить на русском языке, продолжают мыслить, на самом деле, в рамках того, что, собственно говоря, русская цивилизация в них и заложила, даже те, кто, значит, клянутся в ненависти к ней и все остальное. В этом и проблема в том, что действительно русская цивилизация, большая, да, была расчленена в ряде, так сказать, в ходе разных исторических процессов, и, к сожалению, там, наши общие враги, да, добились-таки того, что мы, значит, вот тоже, значит, здесь в гражданском противостоянии, в том числе, проливаем, значит, кровь. Вот, собственно, и все. Выход из этого – осознать себя русской цивилизацией и прийти к некой договоренности. Не знаю, Арестович, насколько он искренен или неискренен, но, в принципе, он единственный сейчас, кто публично, по крайней мере, что-то такое, так сказать, навнятное стал говорить. Может, он врет, я не знаю, может, завтра ему Ахметов перестанет деньги платить, но это не имеет значения. Вот, с технологической точки зрения интересно, если действительно кто-то готовит его, там, условно говоря, к каким-то следующим этапам, ну, вот это интересно мне, да, и интересно с той точки зрения, что он, по крайней мере, эти вещи признает, потому что, на самом деле, там все такие, понимаете, все такие, как бы, да, их вот сейчас вот там, условно говоря, антироссийский некий психоз захлестнул, но, по сути, это борьба внутри русской цивилизации. Вот как вот была феодальная раздробленность, и воевали русские князья, говорившие на одном языке, так сказать, имевшие совершенно одну и ту же кровь, как бы, да, вот они воевали друг с другом, иногда тоже не на жизнь, а на смерть, но в большем масштабе, и, к сожалению, так сказать, да, на радость и всяким иностранным, так сказать, действующим лицам, это же происходит, собственно говоря, и сейчас. Но только разница такая, что раньше, когда воевали и те, и другие признавались русскими, в общем-то, хотя говорили, мы там, условно говоря, там, значит, тверичи, так сказать, мы там, владимирцы и прочее, прочее, то теперь вот эти говорят, не, мы вот европейцы там, мы вот там, типа, вот совсем другие, в этом разница, и очень серьезное участие в этом Запада, хотя Запад и раньше участвовал. А так все равно, как бы, да, вот это признание, оно только подтверждает на самом деле все наши, вот нам говорят, ой, вы это вот все, что вы говорите, это пропаганда. Да нет, друзья, в том-то и дело, что это не пропаганда, это правда, просто вам она неприятна, ну это правда, вот и все, вот. Ну, а вообще интересно то, что, как бы, он там где-то сидит, его не трогают, ему явно кто-то платит деньги. Может быть, какая-то часть украинской элиты, я все время, как бы, к ним взываю и говорю, там, слушайте, ну этот условно Зеленский, вместе со всеми вашими бритами, значит, саксами, англосаксами, как бы, они вот тащат вас в этого, в яму, ничего не останется. Вы, если хоть что-то хотите сохранить, елки-палки, вы чуть-чуть-то мозгами, так сказать, да, пораскиньте, вот, и поймите, что если вы хоть что-то хотите сохранить, вот, хоть что-то, чтобы не сгорело, как бы, да, в конце концов, ну, вам надо понимать, что вам, во-первых, этих людей надо менять, во-вторых, надо вырабатывать какую-то более, там, актуальную такую повестку, с которой можно будет жить еще, хоть какое-то время, елки-палки, а не вот это вот, действительно, все, все, значит, в яму, все в черную дыру, как бы, и там, и там всем погибнуть. Не знаю, может быть, для этого и кто-то Арестовича и крышует, для того, чтобы он готовил почву для этого, но это так вот, оптимистический вариант, конечно. Конечно. Но вопрос в церкви еще очень важен, это то, что не поддается никаким идеям, это выше всех идей, это выше идеологии. На Украине открытому гею военному вручили награду от Филарета, который у них там был патриарх Филарет. В виде чего награду? Ну, медальку, наверное, какую-то выдали, потом эту медальку отняли, потому что, ну, вот, как бы, выяснились неудобные подробности, и люди возникновали. А, во-вторых, пытаются из Киево-Печерской лавры забрать мощи Ильи Муромца, ну, и мощи святых. Это уже не первый день идет тема, но теперь заповедник открыт туда покусился. Ну, что, тут ничего нового здесь не добавишь. Еще раз говорю, суть современной, как бы, украинской власти, она не только, значит, антирусская. Кстати говоря, я считаю, что она и антиукраинская, как бы, да, по сути своей. Она антиправославная, она антихристианская. Суть современной украинской власти антихристианская тоже к тем, кто вообще на Украине хоть немножко мозги сохранил, или какие-то остатки души, остатки веры. Ну, вы же поймите, что вы, на самом деле, спасаете людей, которые просто, ну, вот, они откровенно антихристианские. Это первое. А второе, в Европе, в которую вы так хотите, в которую вас тянут, вообще от христианства скоро ничего не останется. Ну, это, вот, надо же эти вещи, так сказать, понимать, да, хоть немного, да. И, может быть, ну, для этого, там, чуть-чуть, там, тоже, опять же, подумать, а что же в будущем, и прочее, прочее. Вот, если бы это было не так, они не покушались бы на мощи. Если бы это было не так, они бы не пытались, вот, так сказать, да, раскалывать и ссорить всех подряд. Если это было бы не так, они не отбирали бы у церкви эти храмы, потому что, на самом деле, сейчас они как бы, вроде бы, говорят, мы их настоящим украинским попам отдадим, раскольникам, да. На самом деле, дальше эта дорожка будет, как в Европе, дальше будет дорожка, так сказать, легализация всех грехов, какие только есть, да, и постепенное полное, так сказать, выхолачивание изнутри, а потом, так сказать, уничтожение снаружи вообще христианства. Это дорога Запада, поймите, да, это дорога Запада, да, вот, и по этой дороге они, собственно говоря, тащат Украину. Вот, собственно, и все. Но, когда говорят они про мощи, про захват лавры, про людей, ну, это же гораздо масштабнее, чем просто там какое-то украинство. Это же гораздо серьезнее. Ну, так я и сказал, что это антихристианство. Да, это же как раз про человеческую душу все, про человеческое сердце. Украинский национализм, в данном случае, просто прикрытие, да, такая экстремистская оболочка борьбы дьявола с Христом, вот, собственно, и все. Дьяволы с Богом, вот, борьбы с христианством, так сказать, да, вот, собственно, это пропихивание вот этой вот западной повестки. Постепенного, постепенного полного отречения от Бога, такого стопроцентного богоборчества. Это все про это. А украинский национализм, как и раскольники, это просто средство, это обертка, это способ это делать, да. Вот, и даже вот эти все разговоры о том, что надо сокрушить Россию, там, и все остальное, и это тоже прикрытие. Вот, а реальность, реальная ситуация, конечно, она именно такая. Это откровенное богоборчество, насаждение откровенно, так сказать, таких вот богопротивных способов жизни, вот, как якобы нормы. Вот, это все обязательно, за этим будет тянуться хвостом, и все признаки этого, они налицо. В конце концов, опять же, а какие нафиг признаки, если вы говорите, мы хотим быть в Европе, мы хотим быть с Европой. Ну, вот, что такое сегодня Европа с религиозной точки зрения? Ответьте сами себе честно на этот вопрос, господа, значит, эти самые, как его, условные, так сказать, украинские националисты, и вы поймете, куда вы идете и куда вы тянете свою страну. Ну, это все идет от украинской власти? Вот это самое? Ну, это все идет, в первую очередь, с Запада, это раз, ну, а, в общем и целом, от украинской власти, как от западной марионетки раз, ну, и как от людей, ну, в лучшем случае, не понимающих этих процессов, а в лучшем случае, так сказать, их разделяющих. То есть они это разделяют, и их вот это антихристианство вполне устраивает. Кто-то из них просто, ну, дебелый и ничего не понимает на эту тему вообще, еще не дорос до того, чтобы вообще на эту тему думать, на тему религиозную. А кто-то вполне себе все понимает и делает это абсолютно осознанно, как это, в общем, и у нас тоже происходило. Да, да и сейчас, так сказать, таких людей много, как бы они просто, ну, многое, я имею в виду, в правящем условно-классе. Они-то некоторые просто, так сказать, замаскировались, другие еще что-то делают, да, вот как-то перестроились там, да, и так далее, и так далее. А в общем и целом это, ну, естественно, это основной тренд западной цивилизации, борьба с христианством, как вот, ну, если хотите, главное и основное занятие. А все остальное, это все просто, ну, выражение вот этого процесса просто на других разных уровнях. Вот и деньги, и ресурсы, так сказать, идеи, там, все остальное, это тоже имеет место быть, но это все имеет, так сказать, подчиненное положение вот этому главному стержню. Люди расколдуются в итоге? Ой, это хрен его знает, я не знаю, честно говоря, за людей я не готов отвечать. Что там с людьми, да, что там с ними будет? Если они останутся в таком вот неверии, ну, наверное, как бы, да, ничего не изменится. А если в какой-то момент поймут, все-таки переступят через свою глупость, ну, шансы есть. Александр Александрович, про врагов? Опять, что ли? Интеллектуальных. Ну, давайте. Баспанный суд Москвы арестовал банковские счета супруги писателя Бориса Акунина, иностранный агент, на которых лежит 6 миллионов рублей и ее имущество. Все это проходит по делу о фейках против нашей армии. Я вот напомню, как ребята Вован и Лексус, переодевшись там в Зеленского, разыграли всех наших именитых и нашу интеллигенцию. Вот давайте поставим этот ролик и прокомментируем. Что они говорят, не опасаясь огласки. Может быть, вы часть гонораров там отправляете, пытаетесь отправить Украину на помощь? Вот про это. Периодически, во-первых, я периодически это делаю, во-вторых, я периодически устраиваю сборы. Мои гонорары идут на Украину. Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы. Но я, в общем, очень горд, что я хоть чем-то могу для вас быть полезен. Если бы у вас издали книжку, мы бы весь гонорар пустили бы на дроны. Я надеюсь, вы этот разговор на российское телевидение же не отдадите в любом случае. Конечно, нет. Во-первых, у меня вот татуировка вот здесь вот я сделаю. Это Наргиз. Я хотел сказать, что за черт чудовище из леса. А портрет Бандеры я собираюсь сделать себе еще одну. На задницу себе портрет Бандеры нарисую. Или на другом этапном месте. Я как творческий человек на него смотрю. Он такой очень... He's very sexy. Вот. And у меня есть какие-то свои... And у меня есть какие-то шузы. And я going to магазин сейчас в шузах. Ну, понятно, да. Выражение. В первую очередь на дроны и, в общем, все, что... А это из бешеного... И мегадрона. И мегадроны. И мегадроны. Да. Ну, понятно. Ну, понятно. Ну, и наш любимый, там, постоянный герой наших программ, там, тоже все понятно. Я знаю, что кому больше. Да. Феррикстан. Дура, 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 я дура, я проклятый. А у отца четыре дура, я дура пятая. Это вот, собственно говоря, были такие, знаете, частушки вот про этих людей. Вот даже не понятно, они подлецы или дураки. Очень может быть, что они дураки. Несмотря на то, что они писатели, артисты, так сказать, да, и прочее прочее. Потому что мне кажется, что это тоже, вот они это все, этот, говорят, ну, это такая рисовка. Ну, тебе позвонил Зеленский, так сказать, вау, как бы сам Зеленский. Володимир Зеленский is ringing to you, как бы, да, ну, вот это самое, и что, calling you, да, London calling, что называется. У меня горловское произношение, тульско-горловское произношение. Да, London calling, вот, и это самое. Ну, и я, конечно, отвечаем, так сказать, да, Лондону, естественно, naturally. You are very beautiful. Да не то слово, как бы, да. Мегад. Да, не то слово. How do you do you? Вот, это самое, это явно, как бы, ну, во-первых, тщеславие, вот, я такая фигура, что мне, значит, этот вот Зеленский звонит, я сейчас буду с ним разговаривать, тра-та-та и тра-та-та, на этом разводят. И потом тут очень много, мне кажется, вот игры вот этой тоже, вот, они привыкли играть все время, да, они вот играют, вот, надо же сказать, там, а может быть, вы посылаете деньги, значит, украинской армии? Ну, конечно. Конечно, брат. А об чем речь, так сказать, да, конечно, я посылаю, хочешь сказать, вот, ну, не дурак ли ты писатель, как бы, да, ну, вот, ну, хоть немножко подумал бы. Вот, да, чуть-чуть, да, вот, ну, и одновременно, конечно, да, и здесь вот эта русофобия прет отовсюду, да, вот, мы, мы русские писатели, мы русские, мы русские никогда не обманываем друг друга, вот, это самое, мы русские... Не, ну, это из брата два, да, мы русские писатели ненавидим Россию, вот это вот про это, мы очень ненавидим Россию, я вот, значит, типа, русский писатель, хотя он, как бы, ну, формальный и не русский вовсе, но будем считать, что русский, вот, ну, так далее, так далее. Я, знаете, вот, глядя на... Я, потому что это немножко, немножко, мне кажется, от глупости тоже, вот, просто от глупости, отрисовки. Вот, глядя просто на Кунина, вот, я глядя на Кунина, я сейчас, опять же, мы не хвастаемся, какие мы интеллектуалы, но, вот, вот, перечитываешь окаянные дни Бунина. И вот день за днем люди ждут, когда же немецкие войска возьмут Петербург, какое разочарование, когда там начинают публиковать в газете письма, что придется идти на мобилизацию, чтобы дать отпор немцам. И вот немцы придут, порядок вам, с вами тут наведут. Февральская революция, когда князь Сергей Александрович был убит террористами, что говорит вот такая просвещенная интеллигенция того времени. Наконец-то великий князь проскинул мозгами. Его собирала Елизавета Федоровна, мученица, ну, прям по улице. Ну, вот это и есть то, что называется предательство, понимаете? Дело в том, что можно быть недовольным властью, можно иметь к ней претензии, можно, так сказать, иметь на нее обиды. Но при этом предательство называется, когда ты действительно родину свою, да, ты отдаешь ее, отдаешь ее, так сказать, врагам. Когда ты занимаешь сторону врагов, вот, вот что, вот что важно, да. Потому что, например, в ту же самую Великую Отечественную войну было огромное количество людей, имевших там массу претензий к советской власти. Эти смертельных обид, с которыми там все эти вот Акунины, там, и все эти Пуссераиты, как бы, они вообще даже близко, как бы, не стояли. И они, в принципе, имели, как бы, да, достаточно оснований для того, чтобы, условно говоря, перейти на сторону Гитлера. Но они погибли в боях за свою родину. А вот это герои. А люди, которые, как бы, даже, в общем-то, не имевшие особых проблем, что вот это Акунин-то, или вот это вот, значит, это вот, вот это вот разрисованная дура, как бы, да. Они, собственно, какие проблемы они имеют с Россией? Никаких. Но они ее предают, да. Вот это называется предательство. Это и есть предательство. Они занимают сторону врага. Да даже, в общем-то, особых проблем-то не имея, да, на самом деле. Что, они тут очень сильно, как бы, страдали, что ли? Они имели здесь огромные гонорары, как бы, этот издавал книжки, та, так сказать, там, что-то там блеяло, вот, и так далее, и так далее, да. Вот, они замечательно здесь жили. И вдруг им там, они решили, значит, что-то высказать в свои фи, а им сказали, как бы, не, извините, знаете, но вот это вот, значит, слишком, это предел, как бы, вы там себя считаете политиками, но, на самом деле, вас никто не спрашивал. И тут они обиделись. И это достаточно для них, для того, чтобы предать, да, собственную родину. Они могут сказать, что мы родину не считали, да, но тогда нафига вы здесь находились все это время, зарабатывали деньги, зачем вы здесь жили, зачем вы сюда приезжали, если вы не считали, как бы, эту страну родиной? Да, это вообще-то, так сказать, там, это самое чудовище, я говорю, там, размалеванное, да. Бандера, она набьется. Бандера, то сказать, секси, там, ну, Бандера, секси в том плане, что он психопат. А вот как вы говорите, Зеленскому, где там кто меня, как вы Зеленскому советовали, кто меня трахнет, того и убьют. Нет, я, да, я не буду это повторять сегодня. Ну, я повторил за вас. Ну, да. Того убью, как бы, да. И это самое, он так, блатной по кличке жопа, вот так это называется. Вот страшный авторитет. Это вот про Зеленского, да, и про вот эту Наргиз, и про все такое остальное. Вот, ну, это вот, если честно, довольно мелкие люди. Тут проблема, но тут опять же, проблема наша с вами заключается в том, что мы их возвели на этот пьедестал в свое время. Мы переоценили их талант. Ах, Акунин, ах, писатель, так сказать, ах, так сказать, просто уписаться. Ах, такие книжки, что он там написал-то? Вот, это самое, как бы, что конкретно такого, так сказать, потрясающего реально написал Акунин? Азазель. Нет, у него, конечно, наверное, есть какой-то, так сказать, такой там условный талантик, да. Но, если честно, ничего особенного, ничего такого потрясающего, такого там переворачивающего мир, как бы, да, он не написал. А вот эти все, которые там вот условные, там, вот эти вот певички, это вообще не про что. Вот эта Толоконникова, так сказать, это что это? Про что, так сказать? Она вот реально там показала всем, так сказать, да, свои вот эти вот места, как бы, да, и чем она удивила, чем она удивила, так сказать, да, вот, талантов у меня нет, но зато я могу юбку задрать, как бы, это все, больше ничего, вообще, что там, в чем там, так сказать, это самое было это, но их возвели там на некий пьедестал, так сказать, ну, во-первых, оппозиционная тусовка, ну, а что касается вот этих представителей шоу-бизнеса, я же помню, когда Наргиз там пела на всех наших каналах, там, о-о-о, вы так поете, о-о, она поет в клубах Нью-Йорка. В каких-то гадюшниках, там, помойных, там, да, Нью-Йорка, она поет, что клубы Нью-Йорка, что такое клубы Нью-Йорка, ё-моё, это вообще, так сказать, ну, Нью-Йорк, он переполнен всякими гадюшниками, там, невозможными, вот, и вот там кто-то поет, она поет в клубах Нью-Йорка, там, о-о-о, это что-то какая-то передача была, где она вообще там засветилась, там, я помню, впервые, и там... Голос. А, ну да, а Голос, это тоже покупное шоу, по-моему, то американское, или, не знаю, не американское, хрен его знает, очень какое-то тоже там, не наше. Вот, и вот, вот они таланты, а они реально не таланты никакие, то есть, грубо говоря, ну, что-то они там такое умеют, но то, что мы их раздули до размеров общественных деятелей, да, вот, которые якобы разбираются в политике, это тоже наша с вами вина, да, и вина, так сказать, всего того образа жизни, который до недавнего времени тут вот процветал. Потому что у них же есть тоже одна, так сказать, тоже, так сказать, проблема, они очень в себя верят, да, и поэтому им кажется, что они во всем разбираются, да, на самом деле они даже вот, ну, не в истории вопроса, не в политической подоплеке вообще ни разу не разбираются, многие из них ничего ж не понимают, там, вот это тоже, там, Наргиз про этого там, Бандеру, что ты знаешь про этого Бандеру, е-мое? Я уверен, сейчас у нее спроси, она двух слов сказать не сможет. Я сказал, он очень секси. Да, она ничего про него не знает, так сказать. Что ты про них знаешь? И даже тот же Акунин, что он там сильно разбирается в этой истории, что ли, да? Я думаю, что там вот Капни, он по большому счету многих вещей, например, а по крайней мере из современного положения дела, вообще не знает. Я в этом абсолютно просто не знаю. Ну, а книжка по истории государства российского от Акунина? Ну и что? Целый там сколько-то алмудов было. Нет, я говорю про сегодняшний день, например, да, вот про эту политическую ситуацию, про ее подоплеку, ну, они многих вещей просто не знают. Не, ну, есть здесь и откровенное предательство, что там говорить-то. Вот, ну, в общем, много чести им. Главное, это проблема не в этом даже. Все эти фамилии, там, перечислять их, вообще все они в прошлом. Поэтому они вот все время там пытаются привлекать внимание, мы тоже, видите, им вольно или невольно подыгрываем, обсуждая их. Но вообще они все уже в прошлом, это совершенно точно. Проблема не в этом. Проблема в том, что мы сами сделали из них кумиров, да, вот, каких-то, хотя вот для меня никто из них кумирами никогда не был, но вот тем не менее. Мы сами, как бы, их раздули до невероятности. В том числе, между прочим, люди из правящего класса, которые тоже там с ними ручкались, там, да, приглашали их на всякие банкеты, выделяли им всякие гранты и говорили там, а я вот с таким-то вот знаком, там, и прочее, прочее. Да, правда, может быть, вы и сами, так сказать, пописываете, да, пописываете на досуге, как бы, или что-нибудь так, что-то в этом. Да, почему, не без того, не без того. А он это еще и поет. Ну да, и что-то в этом роде. Вот так их, собственно говоря, и разбаловали, да, дав им понять, что им все можно, что, так сказать, они, там, абсолютно неприкосновенно, что они, там, могут высказываться политическим вопросом, что вообще кому-то это интересно. Я говорю, ладно, еще и Акунин туда-сюда. Типа писатель, как бы. Кстати, до чего все это довело Навального? Вот Навальный, это террорист, экстремист, как угодно назовите. Мы тогда начали эту тему в прошлую программу, но не успели договорить, потому что время подошло. Ведь он же правда поверил в себя, он правда поверил, что он что-то значит, хотя его использовали, и где теперь Навальный? Не, ну, он там же, где и мы все будем, да, в этом смысле, как бы, понимаете, мы, как православные, должны сказать, царствие ему небесное, да, прости ему, Господи, так сказать, все его праврешения, вольные и невольные, вот, и дар ему царствие небесное, насколько это возможно, Навальный он там, или еще кто, это уже там, в данном случае, на том свете вообще это не будет иметь никакого значения, что он там Навальный, не Навальный, там, да, будет конкретный личный счет, так сказать, да, и к политике, я думаю, это чаще всего вообще будет иметь отдаленные отношения. Но, тем не менее, да, это называется, человек заигрался. Он настолько погрузился в это, условно говоря, пространство этих телеграм-каналов, пространство, так сказать, вот этой псевдополитики, пространство самолюбования, что просто пропал в этом и перестал чувствовать, где настоящее, где ненастоящее, где вообще есть какие-то границы, в том числе границы между борьбой за правду. Я уверен, что каждый, так сказать, из них, ну, в принципе, каждый говорит, вот кого угодно спроси, и у каждого спрашивают, ну, я, ты-то за правду? Ну, я, конечно-то, однозначно. Вот, и человек теряет вот эти вот ориентиры борьбы за правду и предательство, да, и вот, ну, условно, разрушение собственной страны и работы на каких-то там, на внешних, внешних недоброжелателей, да, вот, потому что, ну, есть что у нас критиковать в нашей действительности, да, вообще, вагон и маленькая тележка. Вагон и маленькая тележка, но здесь, опять же, вопрос... Чем мы периодически занимаемся? Ну, да, здесь, опять же, вопрос, так сказать, а в итоге ты созидаешь или разрушаешь? Вот, в итоге ты с кем, как бы, да, на чью, так сказать, мельницу ты льешь воду? Вот, что важно. Но это одна вещь политическая. А вторая вещь, это вот действительно, вот это, знаете, вот этот вот, условно говоря, шоу-бизнес соцсетей, в который многие люди погружаются так, что перестают чувствовать связь с реальностью, перестают... Они теряют морально-нравственные ориентиры, они вообще абсолютно теряют, так сказать, понятие, там, хорошо-плохо. Вот, они начинают звереть, там, вот в этих вот тоже, всех вот в этих телеграм-канальных разборках. Они просто в них тонут. Вот, это важно, знаете, не утонуть в этом деле, как бы, да, и оставаться человеком. Я вам даже скажу вообще, в целом, даже про конфликт на Украине, вот, говорят, когда будет наша победа. Если мы все озвереем, как бы, да, и единственным стремлением нашим будет кому-то поставить ногу на лицо, то мы проиграем, даже если победим. Я об этом говорил, как бы, и в наших эфирах, там, и, значит, в других. Ну, это принципиальная позиция. Да, мы проиграем, если победим. Если мы озвереем, как бы, да, и станем, как бы, да, такими же, как и наши враги, или хуже врагов, мы проиграем, даже если победим. Потому что все равно, как бы, да, основная эта битва, она идет вот в душах, и там, на небесах она идет. И здесь, в наших душах. Вот, а все остальное, там, вот это на земле и прочее, это, конечно, тоже важно. Вот, но если вы, значит, станете еще хуже своих врагов, как бы, да, то и в вашем стремлении будет только всех порвать там на части. Вы, знаете, любой ценой абсолютно, как бы, да, наступая на, это самое, на совесть, так сказать, на добро и зло, вот, раздавить кого-то, да, так сказать, да, беспредельно. Но вы проиграете, даже если вы формально получите победу. И это касается всех тех, кто вот, ну, тоже вступают в эту вот, условно говоря, там, какую-то вот тоже борьбу там. Ну, там, Навальный все с коррупцией боролся, да, и так далее, и так далее, да. Вот, ну, вот, мне кажется, здесь тоже вот важно, важно вовремя, ну, просто вот, как-то соотноситься с какими-то более, серьезными вещами. Кстати, очень характерно то, что все эти люди неверующие. Навальный, говорит, в тюрьме уверовал в Бога. Ну, я не знаю, может быть, вот он уверовал, и Бог его прибрал, вот, потому что сказал, ну, хватит, давай уже иди ко мне, как бы, да, у меня здесь нет ни митингов, ни оппозиции, так сказать, ни Кремля, как бы, никаких властей там, да. Вот, я тебе расскажу, как оно есть на самом деле, вот, и глядишь, оно и будет, и будет к чему, вот, и так далее. Не знаю, я этого не знаю. Но вообще, вот вся, вот, вот эта вот деятельность очень, ну, чаще всего, как бы, развивается людьми неверующими. Ну, ну, по крайней мере, так сказать, не христианами. Навальный был воинствующий атеистом сначала, там путь-то какой. Воинствующий атеист, потом он сказал, что он уверовал в Бога. Все это происходило вот в тюрьме, и когда... Не, ну, уверовал, и слава Богу, я не знаю, там, пусть там они там разбираются, что там с ним случилось. Не, ну, теперь это ответ перед Богом. Теперь-то уже не нам тут разбираться. Ну, да, теперь так, да. То есть мы тоже, давайте, из себя тут этих каких-то всемирных судей строить не будем, потому что есть то, о чем мы можем, в принципе, говорить, там, и нам хватает компетенции, В первую очередь, конечно, о себе. Ну, а есть то, о чем мы уже судить не можем, потому что что там будет дальше, так сказать. У каждого будет свой конкретный суд, так сказать, и вот и все. Я просто напомню, у нас тут минутка есть, из-за того, как все это происходило с ним, как вот человека несли на уничтожение. Можно я скажу, да, вот по поводу, там, хрен с ним с Навальным, там, просто по поводу вот этой религиозной вещи. Тут же какая штука? Отсутствие веры, как бы, да, не позволяет тебе выстраивать правильную иерархию, не позволяет тебе почувствовать, когда ты разрушаешь, а когда созидаешь. И тебе кажется, что вот сейчас надо добиться максимального посещения лайков, так сказать, максимального количества сторонников, там, всего. И вот это и есть правильно. Если мы все, так сказать, вот это вот соберемся и пойдем там что-нибудь такое, снесем какие-нибудь ворота, вот это и будет правда, да. Вот это типичная, как бы, да, типичная, так сказать, позиция абсолютно неверующего человека, который... Рай на Земле. Да, он все строит рай на Земле, который невозможен, который не понимает, что человеческие страсти в нем, в первую очередь, там, кипят, да. не соотносит себя вот с этими истинами, с этими ценностями, а неспособность соотнести себя с этими вещами, она тебя все время заводит на какие-то ложные пути. И в какой-то момент ты начинаешь разрушать себя, тех, кто вокруг тебя, и все, что происходит. И вот что тоже важно. Россия, как ковчег, так сказать, православного христианства, вот она для них ценности не представляла и не представляет. И это и есть, вот если хотите, та вот, так сказать, точка истины. Продолжая, наверное, мистическую тему, вот давайте мы это видео аферистки в суде поставим. В Москве аферистку Любу Амаеву, которая выдавала себя за ясновидящую и разводила клиентов на 67 миллионов рублей, сейчас судят. Женщина, завладела деньгами потерпевшей, под видом снятия порчи, проклятий, изгнания дуг, сообщают в РИА Новостях. 67 миллионов рублей. Честно сказать, на фоне всех трат, это маленькие деньги. Ну да, ну это вот, миллиард одних недоплаченных налогов. Ну а что, дух-то изгнали, нет? Ну не знаю, сейчас эти следователи разберутся, проведут замеры, знаете, как-то с точкой Гейгера. Сейчас в милиции разберется, кто из нас самозванец, да, это точно. Вот, но что-то нам ее пока не показывают, но да и фиг с ней, да. Ну она там стоит и стоит. Ну да. Не, ну проблема тут совести, это с одной стороны, ну аферистка, мошенница, ну понятно, ей никого не жалко, поэтому если, как бы, да, есть какие-то дураки и дурочки, которые готовы нести ей деньги, вот, ну, собственно, они избрали такой себе, вот, такой себе, как бы, неправильный античеловеческий образ жизни, да, с одной стороны. Ну, с другой стороны, конечно, люди, которые, это с одних людей, они на 67 миллионов стрясла, или с большого количества? Клиентку на 67, одну? Одну? Только одну. На 67? Ну вот она стоит. Миллионов. Вот она и сейчас, мне кажется, духов изгоняет. Ясновидит куда-то, в какую-то сторону. И милицию, когда-то, гипнотизирует рядом, которая... Какая молодая, красивая у нас милиция, я сейчас уже спрашиваю. Да, вот, надеюсь, что она живая. А вот справа стоит, так сказать, милиционер старого типа. Да, старого, настоящего. Да, ну, а мы, так сказать, ко всем не относимся с уважением. Вот, это самое, значит, по поводу, по поводу людей-то, да, слушайте, ну вот, ну, каким же надо быть вот дураком, я не представляю, но все-таки надо как-то просвещаться, да, вот, немножко, и духовно, и научно, что называется. Вот, жертвами вот этих, между прочим, колдунов всевозможных, да, становятся как раз люди, находящиеся в таком межумочном состоянии. Условно говоря, научное мировоззрение там, пусть даже атеистическое, они не усвоили, потому что плохо учились в школе и в институте. А до религиозного, как бы, да, не доросли. Вот, потому что им лень, там говорят, что надо над собой работать, да, и вообще, условно говоря, да, не ходите к колдунам. И вот как раз вот в этом состоянии находится довольно большая часть нашего общества, я могу сказать, да, вот, и именно они являются вот питательной средой вот для подобного рода мошенников, потому что они говорят, ну, что-то такое, конечно, есть, что-то такое есть, да, или там говорят, там, Бог у меня в душе, там, да, но это еще не худший вариант. Ну, она говорит, что-то такое, конечно, есть, вот, что-то там такое, вот, и тарелками пугают, дескать, подло летают, вот, но вообще я, честно говоря, не знаю, что. Вот, вот это люди, которые как раз, которые как раз становятся вот жертвами, жертвами подобных мошенниц. То есть у них, они не просвещены ни с точки зрения научной, ни с точки зрения духовной. Вот, надо расти над собой. Это такая вот незрелость очень серьезная, да, но расти над собой, это всегда тяжело. Это надо, во-первых, там, самому себе признаться во многих собственных недостатках, да, и начать пытаться, по крайней мере, каким-то образом их преодолевать. Во-вторых, ну, просто тут нужно терпение, да, тут нужна какая-то, так сказать, работа, вот, а это вот неохота. Хотя, ну, с другой стороны, видишь, 67 миллионов, там, тетечка откуда-то все-таки на это самое... На скребла. На скребла, да, по сусекам, да, по последним, там, по банкам, по всяким, там, с крупой, там, знаете, там они были завернуты, вот, это первое. А второе, ну, слушайте, столько в этом мире всякой беды, что, честное слово, если у тебя есть деньги, да, ну, поделись ими с теми, кто действительно страдает, да, ну, я там не буду сейчас даже про специальную военную операцию, там, про родину, там, говорить, там, не надо, но вот есть, условно говоря, может быть, ты там каких-то других политических взглядов придерживаешься, но есть, вот, условно говоря, больные дети, есть нуждающиеся старики. Причем я даже уверен, что они есть среди родственников в том числе, да. Ну, слушай, помоги ты им, глядишь, и злые духи куда-нибудь денутся, кто его знает, да, вот, делай добрые дела, как бы, да. А у нас все какие-то, вот, как эти самые, как старухи Шапокляк, так сказать, да хорошими делами прославиться нельзя. Но Шапокляк, в итоге, кто не смотрел этот бессмертный сериал, как бы, этот, можно сказать, первый сезон, первый и последний сезон гениального сериала, как бы, Шапокляк исправилась, я вам скажу по секрету. Раскрою секрету, потому что она поняла, что прославиться, может быть, хорошими делами и трудно, вот, однако именно они и приносят настоящую радость, и в том числе настоящую дружбу. Это я вам краткий пересказ, так сказать, да, вот этого. Я не искусственный интеллект, вот, но кратко пересказываю вам, да, небольшие титры внизу, там, да, вот, по поводу этого бессмертного сериала, так сказать, мощнейшего, вот, и так далее, и так далее. Но вот, а народ несет свои деньги большие, ну, 67 миллионов, это много, это реально много. Но по сравнению для этого бизнеса это копейки, потому что за прошлый год там миллиард, что ли, только потратили, триллионы какие-то даже тратят. Смотрите себе, да, как бы люди, люди, как бы, да, насколько они могли бы, сколько помощи они могли бы оказать тем, кто действительно в этой помощи нуждается. Они несут все это дело мошенникам, и причем даже нельзя сказать... В лучшем случае, если это мошенники. Даже нельзя сказать, что их обманывают, понимаете? Даже нельзя сказать, что их обманывают. Они говорят, буду изгонять духов, они говорят, вот, там, или, условно, там, совершу там приворот. Я говорю, вот, нормально, иду, сколько надо денег за это отдать, и отдаю. То есть даже здесь даже не в... они не в... их не вполне обманывают. Да, их обманывают в том смысле, что им не окажут ту услугу, которую обещают, но тут как бы все по-честному. Тетка говорит, ну, условно по-честному, тетка говорит, я, типа, это самое, как бы, приворожу. А другая говорит, о, точно, я хочу, чтобы ты приворожила, там, Петю, Колю, Васю. И все, то есть они вот на этом делись, ну, это самое, как бы сходится. То есть там нет такого, что им говорят, там, типа, я тебе продам квартиру, а потом просто куклу там с деньгами или наоборот, как бы, или не продают тебе квартиру, или продают квартиру, в которой уже там прописано 25 человек. Вот здесь этого нету. Они говорят, действительно, там, занимаюсь приворотом. Они говорят, а, как раз вот я хочу, чтобы ты приворожила. Как говорит Остап Бендер, мы как раз, может быть, и хотим, эх, прокатиться. Зачем же вы пишете на борту своей машины, эх, прокачу? Мы как раз хотим, эх, прокатиться. Вот, такие дела. То есть, ну, такая жуткая незрелость, такая, какая-то беспринципность, такая, если честно, как это вот, ну, такой тупорылый индивидуализм, там, я, мне, для меня. Ну, ты помоги людям, другим, которые рядом с тобой, там, глядишь, у тебя там тоже что-нибудь поправится в жизни. Вот, если ты веришь в то, что что-то такое есть, то, по идее, должен верить, условно, и в некое, как бы, нематериальное добро. Ну, ты сделай вот это вот добро-то, да, как бы, да, нанеси пользу, причини добро. Глядишь, у тебя тоже что-нибудь исправится. Я не знаю, полюбит ли тебя Вася, вот, так сказать, или еще кто-нибудь, там, или Зинка, Нинка и прочее-прочее. Ну, может быть, что-то исправится в этой жизни. Может быть, как-нибудь раз ты попробуй. Глядишь, оно и пойдет. Нет, вот, вот, прутся к этим вот, да. Вот. Ну, а то, что с духовной точки зрения, конечно, это тоже заигрывание с какими-то темными силами, и там вход рубль, выход два, это тоже совершенно точно, абсолютно. То есть, грубо говоря, достаточно только влезть туда, и тебе кажется, что ты будешь управлять этими силами с помощью этой тетки, которая, там, может, какими-нибудь висюльками обвешана, или, там, поставила, там, перед собой, там, что-то какие-то, там, эти, тоже, всякие, там, свечки и прочее-прочее. Вот. А на самом деле, это они тебя используют. Это они тебя затягивают, как бы, да, вот, в эту вот темную реальность, там, и начнут тобой потом крутить вот так вот. А ты будешь дальше говорить, что-то приворот этот в этот раз не подействовал, там, да, надо новый приворот. Вот тебе скажут, о, новый приворот, так сказать, да, родная, стоит в два раза больше. Вот, поэтому давай сюда, и так далее, и так далее. Вот немножко вытекает из этой темы, о которой мы сегодня говорили. Сериал «Монастырь» с Ивлеевой запретили к показу в России. Публикован список фильмов, не получивших прокатное удостоверение. Эти фильмы запрещены к показу в Российской Федерации. Один из таких сериалов — это «Монастырь», с участием Ивлеевой. Решение, как говорят, не связано с голой вечеринкой, но, в принципе... Ну, в принципе, связано. Ну, в принципе, я думаю, связано, слава богу, что это все произошло, богохульное, честно сказать, такое произведение. Не в плане даже, знаете, там, понятно, что бог поругаем не бывает, но вот люди, которые снимали этот фильм, они даже не заходили в церковь. Люди, которые даже не знают церкви, какие-то свои фантазии. Вот что интересно. Ну, причем фантазии, насколько я понимаю, такие, которые потребляет их тусовка. То есть, условно говоря, там же как бы так все нафантазировано, так, чтобы их тусовки, условно говоря, да, было бы это интересно. И они именно так хотят, чтобы было. Они именно так хотят видеть православную церковь и монастырь, какая на самом деле их вообще не интересует, по большому счету. Но они хотят, чтобы это выглядело вот так. И они поэтому вот так вот это все и наснимали. Сами как бы они этого не знают, не любят, так сказать, может быть, местами ненавидят. Поэтому очень боятся того, что другие могут в этом увидеть что-то, что-то, так сказать, не то, что им хочется, чтобы показали про христианство. И поэтому они снимают не то, что есть, а то, что воспринимается их тусней. Вот, собственно, и все. Но интересно не это, интересно то, интересно то, так сказать, что вот это же самое, про этот вот сериал, так сказать, да, говорили и раньше. Но пока это Ивлеева не засветилась на этой вот дурацкой голой вечеринке, значит, решили это все не трогать. Я помню, как бы, вот, когда началась эта вся история про этот сериал, да, тоже говорили, но это же вот все вранье, это вот порочит церковь. Такого на самом деле нету. Это вот неправда. Вот, ну давайте, давайте это самое, давайте, как бы, да, вот, ну все-таки как-то остановим это дело. Что нам отвечали? Я отлично помню, в том числе власти. Они отвечали, нет, ну, вы знаете, как бы, да, это, ну, свобода художника, прочее, прочее. А как только, как бы, это Ивлеева вместе со своими дружками, как бы, да, провела вот эту вечеринку, сразу стало ясно, что это не свобода художника. А вот это вот действительно неправильный такой сериал, в котором вот неправильно так показано. А может быть, раньше надо было подумать, глядишь бы, и голой вечеринки не было бы. Кто ее знает? Может быть, и не было бы этой вечеринки, если бы раньше, так сказать, людям объяснили бы, что, друзья мои, вы своими грязными руками вот все-таки этой темы не трогайте. Ну, потому, хотя бы потому, что вы этого не знаете. Может ли светский режиссер показать эту жизнь изнутри, да? Может. Что замечательно доказал фильм «Остров», вот, что его же сняли, как бы, не, даже, в общем-то, не вполне православные люди, скажем так, да, но сняли очень хорошо, как бы, да. Ближе к буддистам. Да, очень хорошо, очень честно, как бы, да, и вот, очень правильно, там, там, там нет никакой лакировки, нет никакой идеализации, но сняли, как бы, да, достойный фильм, вот. Или даже, условно говоря, можно ли это показать с чувством юмора? Можно, вон этот непослушник, так сказать, да, первый. Неплохой, да, хороший. Вот, ну, да, второй, это бы слабее, а первый, ну, вполне себе неплохой фильм. Второй, просто видно, деньги уже хотели заработать. Ну, наверное, наверное, не знаю, ну, вот, ну, вполне себе неплохой фильм, вроде бы и с юмором, даже где-то, так сказать, и немножко, там, с это, с сарказмом в отношении, там, монастыря, но в целом, по-доброму и правильно, а это другое, это ядовитая такая шняга, которая, как бы, да, хотела показать, выдать, выдать то, что им хотелось бы, чтобы вы думали о монастыре и церкви, за то, что есть на самом деле. Вот в чем проблема, да, вот, но почему-то вот до того, как они там все заголелись на этой вечеринке, почему-то никто не внимал тоже, да, разговором о том, что вот, ну, вот, так же вот это неправильно, а так нельзя. Вы знаете, еще одна тема, но это уже просто будет холивар и бомбеж, то, что сейчас в Госдуме задумались о защите женщин, которые кормят грудью в общественных местах. Это, вот, текая из темы семьи, из темы того, о чем мы говорим, когда мама выходит куда-то в люди, и тут ребенок, младенчик захотел перекусить. Вот, можно ли кормить грудью? Нельзя. Я не знаю, кстати говоря, ваша позиция, но я знаю, но я знаю, что два бородатых мужчины всегда должны обсуждать женские дела. Да, я понял. Ну, там какой-то случай был, я даже не в курсе, честно. Да, кого выгоняли из кафе. Ну, выгоняли, это миллион таких случаев, просто выгоняли людей из кафе, говорили, нам тут неприятно, мы тут едим, вы нам мешаете. Ну, все очень просто, я думаю, да. Здесь, опять же, ко всем этим вещам, мне кажется, надо подходить трезво. С одной стороны, если такая ситуация возникла, то женщина, как бы, должна учитывать, ну, если вообще нет другого выхода, то женщина должна учитывать тот факт, что она находится в общественном месте, ну, и как минимум этого не демонстрировать, сделать так, чтобы это максимально было незаметно и минимально, условно говоря, привлекало бы, так сказать, внимание других людей. Я думаю, это ее обязанность. Вот. А обязанность других, я думаю, не пялиться на это, как бы, да, проявить тоже, так сказать, понимание, ну, не знаю, там, развернуться полубоком, как бы, да, или там, условно говоря, спиной. Вот, собственно, и все. Что ж теперь, так сказать, ребенку помирать с голоду, что ли? Ну, а с третьей стороны, если честно, знаете, мамочкам, так сказать, молодым, да, неплохо было бы знать график своего ребенка для того, чтобы понимать, где они окажутся в тот момент, когда он захочет есть, да, вот. Потому что на самом деле все, кто детей растил, все прекрасно знают, они едят по часам. В большинстве случаев, так сказать, да, питаются, да, в том числе и грудным молоком. И, в общем, нетрудно предсказать, где ты будешь примерно в это время, когда, да, это кормление будет необходимо. Но бывают ли случаи, когда, так сказать, по-другому нельзя? Бывают, конечно. Я думаю, что здесь просто все, и одни, и другие должны проявить взаимное уважение и не пялиться друг на друга. С одной стороны, не выставлять это на показ, с другой стороны, не пялиться друг на друга. А уж это все вот эти возмущения, знаете, там... А где корень всего этого? Мне всегда интересно вот это явление, потому что ведь это же не просто там кормит грудью. Ну, корень, корень, это все-таки ненависть к детям. Вот я лично так считаю, так сказать, да, потому что интересно, что очень часто против этого выступают, там, условно говоря, я так понимаю, прогрессивно настроенные молодежь. Ну, слушайте, вы же такие свободные, у вас же такие свободные нравы. Вы кого только вон не одобряете и кого только не оправдываете, а вот это вас почему-то раздражает. А почему? Почему вот это вас раздражает, а, условно говоря, европейский гомосексуализм вас не раздражает? А мне кажется, что это странно. Мне кажется, что это странно, да, мне кажется, что это, как бы, тоже такой своего рода диагноз, да, вот. Ну и, да, а вот, вот, и вот укоряет их вот эта вот штука, так сказать, да, вот, у вас есть дети, а у меня там, условно говоря, нет, или еще что-то в этом роде. Тут есть, конечно, какая-то вот эта вот модная, модная, так сказать, ненависть к детям. Вот, но еще раз говорю, здесь тоже я не собираюсь там полностью остановиться на позицию этих мамочек, потому что, еще раз говорю... Тут все, кстати говоря, с пулей в голове. Да, да, это, во-первых, ты, как бы, ну, немножко рассчитывай свой день, вот, а во-вторых, если уж так случилось, что, ну, вот, ну, никак, никуда, вот, сделай... Сделай так, да, сделай так, чтобы не обращать на себя внимания, вот, ну, максимум, ну, типа, вот, вы поймите, такая штука, так сказать, да, ну, я вот, ну, по-другому нельзя, но я делаю все, чтобы, как бы, вас не оскорблять. Ну, а с другой стороны, все те, кто это видит, слушайте, ну, вы не это, как бы, да, вы проявите понимание, уважение тоже, вам не надо туда, в ту сторону пялиться, как бы, да, вот, ну, ты, условно говоря, смотри в свою тарелку, там, я не знаю, там, где ты там находишься, там, я не знаю, вот, занимайся своими делами, там, ну, и прочее. Но, в принципе, кормить грудью в кафе, если так случилось, можно. Ну, да, что, ну, в принципе, в принципе, так сказать, ну, так... Я просто, я не понимаю, вот... Так природа создала, это, так сказать, да. Я просто не вижу, вот, причин тут для скандалов, вот, которые разворачиваются сплошь и рядом вокруг этой темы, так, что люди друг другу грызут глотки. Ну, я... А и вплоть до того, что приходится законы в Госдуме принимать. Слушайте, у нас есть такие ночные клубы, как бы, сам я их, конечно, не посещал, вот, но слышал, да, вот, и по молодости, так сказать, скорее. Там такие вещи творятся, ёлки-палки, да, что... Какое-то кормление грудью. Вы что? Вы обалдели, что ли? Это первое. Второе, как бы, ну, да, вот так вот созданы мы, так сказать, да, женщины созданы так, мужчины созданы так, так сказать, да. Дети нуждаются в питании. И, кстати говоря, грудное вскармливание, чем дольше оно будет происходить, все... Тем лучше. Тем лучше, все, кто... Чем меньше вы переходите на эти дерьмовые смеси, там, и все остальное, тем лучше для ребенка он будет здоровее. Это же тоже всем очевидно. Вот, для тех, кого, так сказать, шокирует женская грудь, ну, я не знаю, в Пушкинский музей, что ли, сходите, так сказать, посмотрите, там. На что, женскую грудь? Во-первых, вас встретит, так сказать, огромная статуя Давида во всех подробностях, да? Да, да. Вот, ну, вернее, копия. Вот, а во-вторых, там, так сказать, масса женских бюстов, там, если вы их никогда не видели, как бы, ну, потренируйтесь сначала на Пушкинском музее. Вот, вот, собственно, и все. Вот, мне кажется, здесь вообще какая-то раздувание из мухи слона. Вот и все, как бы. Но при этом, еще раз подчеркну, и та, и другая сторона, они должны все-таки, ну, друг к другу относиться с пониманием и уважением. То есть, тоже, как бы, вот это вот все там выставлять на показ, привлекать внимание, ну, этого, конечно, делать не надо. Вот и все. Ну, вопрос семьи, как сейчас ими занимаются, вы довольны? Кто, чем, кем занимаются? В нашей стране, ну, что стали эту тему поднимать, семейную? Если честно, вот, если бы вы мне не рассказали, я бы вообще даже об этом и не задумывался никогда. Вот, ну... Ну, как и о многом. Да, как и о многом другом. Вот, значит, на старости лет. Это самое. Я не знал, что в этом проблемы есть, если честно. Я так вот езжу каждый день в общественном транспорте, я не вижу, чтобы там вот каждый день я встречал, так сказать, кормящих грудью матерей. Это что, такое прям массовое явление, и какое-то массовое протеснение происходит, я что-то не очень понимаю. Ну, это вопрос... Мне такое впечатление, что это немножко надуманная проблема, если честно. Вот, ну... Ну, с другой стороны, Госдума, она на то и дума, чтобы заниматься всякими проблемами, включая надуманное. Там, корень-то один и тот же. Вот, дум. Вот, вы думаете. Я просто, честно говоря, первый раз слышу, что это какая-то массовая проблема. Ну, я там, ну, тоже пару раз видел такие, как бы, какие-то сцены. И мне тоже показывали. Не-не, никто ничего не показывал, кстати говоря. Просто было видно, что, ну, реально, там, я, например, в метро видел, там, на станции, да, условно говоря, там, ну, женщина там ушла куда-то в конец перона, как бы, села на лавочку. Ну, видно, что ей просто деваться некуда, она в дороге находится. Ну и что? Ну, все, ты прошел, сел в вагон, ты поехал. Ну, а так, чтобы это прям вот, прям вот вообще на каждом шагу, и чтобы там кто-то прям с этим воевал, если честно, для меня, конечно, это новость. И так, что аж Госдума должна этим заниматься, это для меня новость. Вот чуть назад отмотать по поводу этих экстрасенсов-колдунов, у нас время чуть остается, я бы вот показал фрагмент из отца Андрея Ткачева. Ну, чтобы заинтересовать людей, потому что тема духовно серьезная, мы понимаем, насколько много людей туда обращаются. Вы потом сходите, посмотрите после нашей программы. Что люди умные, духовные говорят? Да, да, говорит, не пускайте трубку, сейчас, секундочку, мы вам сейчас там карму почистим, там все там, чакры пробьем, только. Читаешь информационную сводку об обманутых, и диву даешься. Люди умудряются впихнуть по какому-нибудь такому странному человеку, амулет, например, там, для здоровья и счастья. Допустим, за 350 тысяч рублей, за 500 тысяч рублей, с ума можно сказать. Это вот всякие целители, всякие такие. Вот один из примеров. Это, конечно, не все. Ворожая, это человек, который претендует на... Это вот как раз то, кого судят, Ворожая. Который претендует на умение давать вам то, что вам нужно. А что там вам нужно? Деньги и здоровье. Вот. Житейское благополучие и физическое здравие. Это люди, которые непонятным образом, как бы не раскрывая своих секретов, так сказать, делают что-то, что должно дать вам полный житейский комфорт. Как будто вы в раю уже. Вот. И настолько это, видимо, было распространено в Святой Земле и окружающих ее местностях, что так было вот, строго так было сказано, «Ворожаю, не оставляю в живых». Например, там... Так что, тетушке-то вообще еще повезло, которая сейчас в студии, если бы по старым законам... Ну, в древние времена, конечно, могли бы и сжечь. Вот. Если честно, да. Хорошо, что в древние времена были не мы, потому что могли бы сжечь не мы. Да, ну... Ну что, Сергей Александрович? Люди просто... Ну, люди просто думайте головой, как бы будьте бдительны, да. Но я еще раз говорю, если вам деньги девать некуда, ну, потратьте их на какие-то добрые дела. Еще раз говорю, ну, вокруг кучи вообще проблем и реальной беды, как бы достаточно там найдите, не знаю, найдите, найдите, куда деньги потратить. Я вас уверяю, в вашей жизни может что-то измениться к лучшему без всяких там колдуньей. Ну, и духовно посмотрите просто, в какую территорию вы залезаете опасную. Потому что, когда дали какую-то статистику по посещению вот этих вот всех, ну, стало очень даже не по себе. Потому что люди туда приходят, потом не понимают, а почему, как, что, зачем следует. Ну, да.